Мы по-прежнему придерживаемся твёрдой позиции в отношении подобной деятельности, включая процесс делимитации границ, который должен осуществляться исключительно на двусторонней основе. И эта деятельность ни в коем случае не должна быть использована с целью нанесения ущерба процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с созданием Советом ЕС миссии в Армении. Развёртывание в Армении миссии ЕС должно быть обеспечено в соответствующем порядке с учётом легитимных интересов Азербайджана и осуществляться Евросоюзом таким образом, чтобы не подрывать взаимную веру и доверие. В документе подчёркивается, что Азербайджан ожидает, что в процессе обсуждения начала деятельности миссии ЕС максимальное внимание будет уделено извлечению необходимых уроков, вытекающих из предыдущего опыта. Мониторинговая деятельность ЕС на территории Армении началась развертывание гражданской мониторинговой миссии в рамках соглашения, достигнутого 6 октября 2022 года на пражской встрече лидеров Азербайджана, Армении, Франции и председателя Совета ЕС. Азербайджан, верив в то, что эта деятельность будет способствовать процессу нормализации, согласился на её осуществление. На самом же деле присутствие мониторинговой миссии ЕС в Армении усиливает попытки Армении сорвать процесс нормализации по всем трем направлениям. Таким образом, первоначальные ожидания того, что миссия ЕС будет способствовать продвижению повестки нормализации, не оправдались. В ходе ряда консультаций, проведённых Азербайджаном с представителем ЕС на различных уровнях, было заявлено, что присутствие миссии ЕС в Армении не должно стать предлогом для уклонения Армении от выполнения взятых на себя обязательств. Злоупотребление и присутствие миссии ЕС против нынешних механизмов диалога опасно, и этого следует избегать, подчёркивается в заявлении МИД Азербайджана.